На этом самолете впервые в мире был высажен парашютный десант. Впервые в мире большой парашютный десант высажен под Воронежем в 30-м году. И вы, наверное, должны догадаться, когда был высажен десант, потому что именно в этот день у нас очень, так сказать, шумно гуляют десанты. Это было 2 августа. Валерий Николаевич Бальзамов в свои 72 успевает и одним из отделов на заводе руководить, и экскурсии водить для школьников и студентов. Сам учился работать с ракетами, с самолетами, вплотную столкнулся только здесь, в музее. Но история неба ему близка. Валерий Николаевич рассказывает, больше любит, когда на экскурсию приезжают дети из отдаленных уголков губернии. Слушают они внимательнее и запоминают все подробности. Люди, конечно, понимали, что очень тяжело, трудно, но пули над головой не свистят. Ну и патриотизм был такой, понимаете, что надо было такое. И у нас даже в советское время это надо было, потому что когда мы выпускали первый Ту-154, план заводской, люди здесь ночевали в сборочном цехе, на раскладушках спали. Было слово надо. Даже современные школьники, которых, казалось бы, удивить трудно, равнодушными после экскурсии не остаются. Мой прадедушка воевал, но он не был летчиком, он был обычным фронтовым солдатом. Если бы не авиация, победить было бы очень сложно. Возможно, даже не смогли бы победить. Поэтому авиация сыграла очень важную роль в войне. Для любознательных двери музея завода всегда открыты. Возможно, такая экскурсия для кого-то станет первым шагом к покорению неба. Анастасия Зубарева, Максим Госев, События.